Мы находимся во Франции, в центре Парижа. И сегодня французы собрались, чтобы протестовать против повышения пенсионного возраста, против пенсионной реформы. Во Франции протест, это включает в себя не только митинг, не только марш несогласных, но еще и забастовка. Сегодня не работает транспорт. Люди взяли неоплачиваемые выходные, чтобы принять участие в протесте. Во Франции недобрая полиция, они очень серьезно относятся к беспорядкам. Меня обыскали, когда я сюда шла, на Плаз-де-Тали. И если начнутся какие-либо беспорядки, полицейские что-то им не понравится, они будут разгонять толпу, они совершенно не церемонятся. Как нам кажется, вот так легко протестовать во Франции. Нет, это нелегко, это просто люди сознательные, активные граждане своей страны. Когда-нибудь нам этот опыт очень пригодится. Что вызвало такое единение в протесте? Ну, та самая реформа пенсии, которую постоянно в своих лозунгах вспоминают участники акции. Напомним, президент Макрон и его партия предлагают поднять пенсионный возраст до 65 лет и увеличить стаж, который требуется для получения полной пенсии. То есть этот стаж планируется увеличить до 43 лет. Таким образом, что человек, закончивший вуз 22 года, должен будет постоянно работать до 65, чтобы получить полную пенсию. Почему многие во Франции против? Люди считают, что они заслуживают более высокого качества жизни. И, во-вторых, важный аргумент. В стране, где достаточно высокий уровень безработицы среди молодежи, порядка 25%, не могут найти свой первый контракт. Оставлять людей дополнительно пожилого возраста на рабочих местах, ну, я бы сказал, противоестественно. Это, очевидно, увеличивает безработицу еще более. Почему я здесь? Я работник почты Франции. То есть, поскольку я эмигрировал все-таки ближе к 30 годам, я не выработаю полный стаж ни к 63, ни к 65 годам. Но, тем не менее, я в данном случае солидарен с французскими трудящимися и поддерживаю вместе с профсоюзами сегодня требования отменить данную реформу. По сравнению с Россией, популярность профсоюза как форма объединения гораздо выше. Люди понимают, зачем нужен профсоюз, зачем они платят взносы. То есть, таких псевдо-профсоюзов, как ПНПР в России, это наследники советского ЦСПС, здесь нет. Здесь даже самые умеренные профсоюзы, а их много разных федераций, они все равно реально борются за права трудящихся. И вот совокупная численность всех профсоюзов сегодня мы видим, что это многие сотни тысяч человек, которые выходят на улицы. И это не бесполезный протест, потому что власти все-таки вынуждены реагировать. Если нет соглашения между работодателем и профсоюзом о том, чтобы день за восходки оплачивался, он не оплачивается. Люди на это идут, потому что они говорят, что мы потеряем больше. Ну, опять же, как бы и в деньгах, потому что пенсия все-таки тоже весит определенную сумму. Поэтому здесь, наверное, все-таки рациональный расчет протестовать сейчас, пусть даже с ущербом для своего кошелька, для того, чтобы выиграть всем вместе в будущем.